Хакасия В этом году мы постарались учесть все прогнозируемые негативные последствия, но в то же время считаю, что у нас настрой на исполнение этого бюджета должен быть умеренно оптимистичным, а планы дальнейшие, думаю, даже будут более оптимистичные. Надежда остается на федеральный центр. В следующем году Москва обещает 4 миллиарда безвозмездных поступлений. Впрочем, эта сумма к концу года должна увеличиться. Насколько? Все зависит от работы кабинета министров и депутатов Верховного Совета. Вот в 2014 текущем году этих денег 8 миллиардов 600 миллионов. Грубо говоря, в течение года по нарастающей возникает какой-то объект строительный и тому подобное. Вот яркие вам примеры. В этом году мы получили примерно около 400 миллионов с российского бюджета на строительство и запуск детских садов. По-прежнему на первом месте вопросы социальные. Более 7 миллиардов рублей уйдет на зарплату бюджетникам. На 5,5% проиндексируется пособие из республиканского бюджета. В трудный год более взвешенно подойдут ко всем статьям расходов. Города и районы понимают. Денег в следующем году в республике на всех не хватит. Надо работать над собственным потенциалом. 96% это лесфонд. И понятно, что вот этот сегмент для нас очень важен. Есть хорошие поручения, в том числе по агропромышленному комплексу, развитие. Понятно, что и туризма при минимальных условиях надо отработать так, чтобы не только удержать эту составляющую, но и развиваться. Пока в районах ищут варианты, как самим заработать, поселковые администрации пустеют. Одна из острых проблем для Хакасии – нехватка специалистов. Обязанностей много, ответственность большая, оплата даже по сельским меркам ничтожна. 12 тысяч получает специалист первой категории. Как можно жить на такую зарплату? Не менее 30 тысяч рублей. В разрезе нашего поселения, Узбюрского сельсовета, это средняя зарплата учителя, воспитателя, работника культуры. Но все-таки муниципальные служащие – это представитель власти. Сколько средств предусмотрят в бюджете на оплату труда глав поселений, еще предстоит рассчитать. Как рассмотреть другие предложения по верстке республиканской казны. К примеру, запустить программу по строительству домов для участковых. Нечто подобное в Хакасии практикуют уже несколько лет в отношении учителей. Заместитель председателя Верховного совета Светлана Могилина предложила возводить дома в поселениях. В комплексе с одной стороны квартира, с другой – кабинет для приема населения. Мной подготовлена таблица поправок, которая позволит решить вопрос в таком стартовом что ли варианте, только на труднодоступных и отдаленных территориях, которые именно за 2015 год позволят на территории Орджоникидзевского и Таштыбских районов создать такие дома участковых и полномоченных, а потом транслировать это на всю республику. Бюджет 2015 года сложный, но выполнимый, уверены депутаты. В разных отраслях, хоть и с меньшими суммами, но продолжится финансирование программ. Хакасия по-прежнему будет строить социальные объекты в городах и районах. Не заморозят и главные стройки – перинатальный центр, новый корпус больницы и краеведческий музей. Я убежден, что сложившаяся мировая конъюнктура востребованности продажи продукции и ресурсов, производимых на территории республики Хакасия, вызовет больший рост собственных доходов, чем сегодня мы планируем. Все предложения лягут в основу поправок к законопроекту. В первом чтении бюджет рассмотрят уже на следующей неделе, 26 ноября, на сессии Верховного Совета. Продолжение следует...